Итак, ребят, пришел черед посмотреть заключительную серию, как работает именно ваниш на шурфе. Ну, еще раз повторюсь, то, что на шурфах может прибор любой работать. Тут он сверхъестественного результата никакого не показал. Так что ваниш на шурфе тоже отработал хорошо, большое количество советиков дернули. Ну, приятного вам просмотра. Это именно последняя, заключительная часть, где я сделаю обзор того, что я накопал за три дня копа с ванишем. Итак, ребят, всем привет! Доброе утро! День третий. На этот раз с пацанами решили, ну, капитально зашурфиться. Михалыч разрабатывал вчера фундамент, но он ночью уехал. Ночью, представляете, ребят, приехал Диман ночью один. Вот, и так застал нас с Серегой, кто последний остался со слета. Сейчас втроем будем шурфить. Буду использовать ваниш, ребята, если кому интересно, посмотрите предыдущие видеосюжеты, где ваниш копал, ходил по верхам, чего нашел. А также посмотрите интереснейший бой, бой среди металлоискателей. Все металлоискатели против ваниши. Короче, видеосюжет начинаю именно с серебра, который поднял с фундамента. Серебрушка, конечно, вкусная, интересная, но она с дыркой, ребята, с дыркой. Сегодня у нас, смотрите, Ярик остался живой. Серега со вчерашнего дня тоже живой остался. Свеженький Диман. И, в общем, смотрите, Серега со сломанной ногой. Ребят, ну как еще такого человека назвать, а? Со сломанной ногой копает. Ладно, вот здесь вот находочка. Очень интересная тем, что она очень звонко звенела. До этого поднимал в советики. И этот сигнал меня заинтересовал. И оказался серебром. 20 копеек серебряные. Год сказать не могу. Белон это или же все-таки чистое серебро. Ну, какая-то такая вот находка. Кинг у нас устал. Третий день, как-никак, на природе. Питак. Питак, да? Вот, в прямом эфире. Диман поднял пятачок. 24-го. Ух ты! Вот это уже серьезно крупная медь пошла. Да, заявочка. Смотри, может, 25-го. 25-го? Подколол уже, да? Я так, ребята, двушку 24-го натер так. Была 25-го, ребята. Был такой у меня видеосюжетик ранее выложенный. Тер-тер, не верил своим глазам. Думал, блин, ошибся. Но нет. 25-го двушку мы подняли. Несколько видео выходов назад. Фундамент, в принципе, глубокий, ребята. Он раньше кем-то начатый. Вы здесь вот, видите, да? Здесь кто-то раньше начинал, ковырял. Михалыч вчера начал. До сюда дошел. Вот здесь вот пошли монеты. Сразу хочу сказать, засыпка, видите, хорошая. Тем, что сопутка. Карандаши, ручки попадаются, пуговки. И вот Диман вот отсюда вот, ну, прилично уже натаскал. Прилично. Еще что-то, Диман? Нет. Ну, а мы продолжаем. Начало есть. Открыл серебром шурф. Итак, ребята, находка довольно-таки интересная. Металлопластика. И я разглядел надпись. 1870-1924 год. Ну, а сейчас давайте, ребята, по традиции я вам расскажу то, что попало мне в руки. А попала достаточно интересная вещица, но не редкая. Это у нас знак. После смерти Ленина появилось большое количество траурных знаков. Большинство из них представлял флаг с изображением Владимира Ильича Ленина. И его годами жизни. 1870-1924 год. Ульянов Владимир Ильич. 1870-1924 год. Политический государственный деятель. Организатор КПСС. Основатель Советского Социалистического Государства. Являлся одним из основателей Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. В 1917 году руководил вооруженным восстанием в России. Было большое количество разновидностей. Также выполнялись из серебра, бронзы и латуни. Существует и разновидность с изображением Мавзолея. Цена на траурные знаки стартует от 3000 и достигает 40 тысяч рублей за редкий экземпляр. Но это, ребят, не последняя находка, которая связана с траурным знаком. Будет еще один подобный знак. Так что продолжаем смотреть интересный шов. Приятного вам просмотра. Вот и у Димана там совет. А интересный тем, что это... Ох, у Димана тоже серебро. Диман, первый сегодня, да? Первая серебрушка. Здесь вообще прям огонь играет даже. Классно? Пойдет. Ребят, одновременно у меня пятак 46-го. И у Сереги тоже 46-го. Но трешка. Вот, поперло немножко. Диман, тебе тоже, да? У меня двушка 46-го. Двушка? Ну-ка, давай-ка. В прямом эфире. Да нет, там шляпка какая-то, блядь. Ну, неплохо пойдет. Ребята, вот это вот уже интересно. Смотрите, чё. Та-дам. Ну, это... Не знаю, но это эпоха советская, ранее советская, сталинка. Сейчас я попробую ее очистить и вам показать, что это. Вещь огонь. Огонь. Ребят, у Димана неплохой сигнал был. И приятный тем, что это медь царская. Три копейки. 1916 год. Ну, приятный. Сохран бодрый. Да, хороший, бодрый. За что-то не часто. На шурфе такие вот монеты в таком сохране. Ручка от ведра у меня здесь. Ой. Была. 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 Держи. Красавчик. Ладно, идем. Ну что, ребят, решили мы немножко перекусить, потому что, ну, сами понимаете, утро ранее, как бы позавтракать захотелось. Ну и Серега уже как бы собирается в путь-дорогу. Сейчас перекусят и помчат. Где-то 150, да, примерно, с этим серым. Вот. Нужно перекусить. Вот так что сейчас будем с ними прощаться. Как обычно. Чай, кофе, дошираков. Вот. И что я вам хочу сказать. Диман тоже отличился тем, что узнал, что у Сереги день рождения. Подогнал подарочек ему. Ну, а мы сейчас тоже легкий чай, кофе. И вернемся на шуфр и посмотрим, что у нас там еще выйдет. Довольно-таки интересно получится. Хочу тебя перед уездом поздравить. С чем? С чем было 5000 подписчиков и YouTube прислал тебе. Смотри, что. Да ладно, ребята. YouTube прислал. Смотрите, что мне прислал. Серьезная кнопка. Смотрите, какой подкон босявый мне сделал YouTube. Надпись. Поиск 63. Подписчиков 50 тысяч. Ну, ребята, вы красавцы. Чистое цельное дерево. Да. Ну, вы, ребята, красавцы. Да, чистое-чистое дерево. Классно. Вот такая вот кнопочка. Откнуши, Серега. Откнуши. Та-дам. 50 тысяч. Вот на аквариум поставишь на стриме лучше. Да, обязательно на стриме я это продемонстрирую. Откнуши. Все. Ребята, красиво. Классно. Откнуши. Та-дам. 50 тысяч подписчиков. Присылайте в комментариях ваши поздравления. Ну, а мы продолжаем. Легкий завтрак. И обратно возвращаемся в нашу яму. Так что интересно, я думаю, еще будет. Итак, ребята, последняя машина у нас уезжает, кто выдержал трехдневный коп. Сергей с Яриком. Вот. Ну, они находки сделали в основном именно вчера и сегодня. Первый день они как бы, Серега проставлялся, и ему не до копа было. Самое, что интересно, это... Ой-ой-ой, смотри, как хреновина он летает. Единственное, что у них, ну, я считаю, шикарное. 1870 год, пятак. Вообще зачетный. Была залипуха. Залипуха вот с этой монетой. С двушкой низкопрофильной. Вот. Это единственное, наверное, прям приятное вот так вот находка была вчера вечером. Затем у них вот копеечка А2, 1864 год. Ну, затерто. Затем копеечка 24-й. Неплохой такой, бодрый. Помоется будет классный. Ну и советиков он надергал именно сегодня. Вот с этого шурфа, с диманом. Который мы сейчас будем дальше прорабатывать. И мне очень понравилась вот такая заглушечка. Вообще класс. Класс. Если у Сереги есть такие бутылочки, именно с таким горлышком тонким. Есть, да? Есть? С царской символикой? Конечно. Будет вообще выглядеть суперски. С Мастерку зайдет прямо. Прямо очень красиво будет выглядеть. Вот, как-то так. Ну, наверное, попрощаемся с нашим именинником и с его сыном. Уроки делать, да. Серега говорит, уроки надо делать. А то бы еще остался. Ну, ладно. Давайте пока, пацаны. Спасибо. Пока. Удачи. Ну что, ребят, шурф продолжает потихоньку давать советские монеты. Выпала у меня пятнашка. Щитовик. 15 копеек. 1932 год. Ну, банальная монета. Ничего сверхъестественного нет. Было бы 34. Это да. А 32-й всего-навсего. Дзинь-дзинь. 100 рублей. Ладно. Продолжаем. Серега уехал. Мы находимся вдвоем. И собака. Пес устал. Да, Кенгуль? Все. Вырубился, пацан. Ну что, ребят, продолжаем. Уже присыпаем за собой шурф. Основная масса монет была вот в этом эпицентре. Сейчас как бы не очень. Но все же выпадает. У Димана несколько советов было. Вот. И сейчас у меня трешка. 31-й год. Сохран. Чистка покажет. Зеленка присутствует. Визуальных таких дефектов нет. Здесь очень много монет было дефектованных. Я вам чуть позже покажу. А в целом неплохо. Ладно, идем дальше. Вот на этом охоте, наверное, я и буду заканчивать свой видеосюжет. За собой как бы шурф я присыпал. Ямы так таковой нету. Вроде как заподлицо. И покажу напоследок этого фундамента. Копеечка. 24-й год. Ну, сохран тоже. Не знаю. Отойдет зеленка, нет. Надеюсь, язв не будет. В принципе, как? Вот именно с этого шурфа я поднял вот такое количество находок. Я уж вчера, позавчера расстраивался тем, что у меня только серебро и медь вылазило. Советов не было. Думал, может, прибор работает неправильно. Но нет. Вот, смотрите, на шурфе вот такое количество монет поднял. Я вам говорил, что монетки есть очень расстроенные. Вот это вообще монета в железо било. Сквозная дырка. И плюс в дырке находится железо. Потом вторая. Тоже, наверное, для этих же целей планировали сделать. Ну и серебряная двадцатка. Это сманисты. Мордовочка, наверное, здесь потеряла танцы устраивала и потеряла. Ну ладно, я, наверное, закончу. Перекину я сейчас, наверное, катушку. Это вот подсвечник на, возможно. Вот. И это у меня выпало, Диман говорит, от самовара. Вот такой сталинский значок. Раз. И вот такой вот сталинский значок. Два. Очень хрупкая. Все. То и гляди, развалится в руках. Так что вот с этого шурфа кем-то начатый. Потом Михалыч продолжил. Дмитрий также продолжил. И мы подъехали и подняли немножко монет. Сейчас попробую поменять катушку. Походить по верхам. С нашим прибором с новым Ваниш. Ваниш 540. Что я хочу сказать насчет него на шурфе. Он себя сверхъестественным прибором не показал. Вот. На шурфах, наверное, каждый прибор сможет работать. Как начинающий, так профессиональный. Даже можно ходить с пинпойнтером. Просто взять пинпойнтер. Вот такой вот. Копать. Копать. И вызванивать что-нибудь. Вот. Так что на шурф можно и простой. Ну, на шурфе он меня не удивил. Конечно, ищет находки, как и все стандартные. Вот. Но можно и обойтись обычным прибором. Даже с катушкой моно. А здесь у нас катушка мульти. Так что, ладно. Наверное, последок похожу по верхам. Может, что интересно и зацеплю. Ну, что, ребят, пожалуй, будем закругляться. Шурф мы закончили. Попытались новый найти, но, к сожалению, на новом было несколько какаликов неинтересных. Четыре штуки я поднял. Ну, и сейчас на дорожку чаек, кофеек и домой. Да, последний я уезжаю. Так что, Дмитрий вообще классно приехал вчера ночью. Начал сегодня утром. И вот, смотрите, за утро вот такое количество монет. Тридцать одна дадим? Да. Тридцать одна монета. По дороге он заехал в одно местечко, поднял две деньги. Вот они. Затем здесь на шурфе поднял две серебрушки. вообще неплохие. Пятак 24-го. Трешка Николаевская неплохой сохранчик. Царица полей капуста. Вот, ну, как-то так. По советам неплохо. Четыре пятака. Ничего интересного. Тридцатый, тридцать первый, сорок шестой и сорок девятый. Вот, такие вот пятачки. По сопутке Дмитрий бутылочки тоже собирает. Вот такие интересные бутылки. Неплохие. Но, к сожалению, вот такой замок. У меня целенький откопался. но, чуть позже я вам покажу свой замочек. Вот, как-то вот так вот. Я считаю, неплохо. С утра и сейчас время три часа. Тридцать монет. Нормально. Сейчас кофеек заварим и поедем. Итак, ребята, в общем, будем закругляться. я уезжаю последний с этой деревни, с нашего слета, который состоялся именно в этой деревне всем известным самарчанам. Наверное, кто-то узнает. За моей спиной как раз озеро, а здесь родник. Кто узнает, в общем, три дня мы здесь покопали. У меня лично сенсации нету, но у комрадов, как вы видели, по первым частям просто класс. Была копейка 25-го, была медаль ни нашим, ни вашим, трехстворчатый складень трехстворчатый, пряжка орлянка, затем что у нас там еще было-то вкусного. В общем, вкусного очень много. Даже был ополчительский крест царя за веру. В общем, нормально. Ну, а сейчас, конечно же, я вам покажу, что я лично откопал. Повторюсь еще раз, первый день у меня было вообще знакомство с парнями, у Сереги день рождения было, в основном мы отдыхали, чайпитие у нас было, вот, на второй день я походил по верхам, тестил новый прибор. Если кому интересно, посмотрите, как Ваниш воевал против армии всех приборов. Видео просто бомба, бомба. Огромное спасибо камрадам, кто обкликнулся, кто протестил, кто принял участие. Блин, ребята, уважуха, уважуха, надеюсь, и впредь будем тестировать именно таким образом. Следующее, что мне понравилось, мы по верхам собрали вкусняшки, попадалось в основном медь, серебро, вот. Ну, а последний день я решил его проверить ваниш именно непосредственно на шурфе. На шурфе он зарекомендовал себя, ну, знаете, я уже, наверное, говорил, то, что на шурфах может участвовать любой прибор. Катушка мульти работает на всех частотах. Ну, прибор, как прибор, ничего особенного. Шурфологам такой прибор, как бы, наверное, и не нужен. Ну, а по верхам, по замусоренным местам он себя зарекомендовал вот так вот, ребята, потому что Деус сказал, я тебя своим прибором на замусоренном месте уделаю. Но получилось, как в Деус в очередной раз почему-то обкатываться. Ну, ладно, давайте не будем. Если кому интересно, как Деус соревновался, вы можете посмотреть по названию. Вот, а сейчас к своим находкам. По находкам получилось у нас сенсации, повторюсь, еще не было сегодня. Вот такой вот, к сожалению, в темноте я его копал, он был здесь загнутый и здесь. Я его выпрямил, но, к сожалению, лопатой я его зацепил. А следующее, что вот такая вот подсвечник, вот такая вот от самовара, наверное, колечко, конинка. Вот такой вот приятный сюжет. Это у нас замочек, а латунный именно охарев. Две металлопластики интересные, надеюсь, почистится, будет неплохой. По монетам получилось у меня сорок шесть монет. Здесь, конечно, все банально. Ряд десятки, двушки и копейки, ряд пятнашки, двадцатки и ряд трешки, пятаки. Сегодня четыре пятака. По царям. Вот именно вот эти цари, ребята, практически все, да не практически, а все, вот эти все цари, вся медь была поднята сверху. Также и серебро, за исключением вот этой серебрушки. Она у нас сегодня отыскалась именно в шурфе. Двадцать копеек серебряные. Вот. И это тоже двадцатка была верховая. Двадцать третий год. Пятнашечка. Десянчик. Тоже верховой, именно с фундамента. И вот такая на фундаменте монета интересная. тысяча, я смотрел, тысяча восемьсот девяносто пятый год. Одна, ну, наверное, Австровенга. Вы уже, наверное, знаете, потому что фотку я прикреплял. Получилось как-то. Я считаю, что, ну, неплохо, я считаю, неплохо. Вот такое количество монеток у нас отискалось за три дня. Ну, это не шурфа в этот ряд, а это вот и фурфа. именно вчера, сегодня. Многие находки, конечно, я не снимал, потому что, как бы, ну, банальные советики, трешки, двушки, копейки, как-то так себе. Ну, на этом, ребята, и все. Всем пока. До новых встреч на копе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok